Да. Ну, давайте. 2 Петра, 2 глава, 1 по 12 стих. Никто не называет Иисуса Господом, а только Духом Христым. Мы же всегда называем Господи Иисусом Христом, а как это понимать? А очень просто. Вот ко мне разные люди приходили на занятия, когда я вел занятия в университетах. Ну, и там баптисты, мормоны, все разные. Ну, и говорят, вот, как вы считаете, имеем мы Духа Святого или нет? Я вот этот стих привожу. Никто не назовет Иисуса, что Он Господь, если Ему не поможет Дух Святой. Вот. Это означает момент, когда Он признает на Нем Дух Святой. Вот. Один стих объяснили. Дальше. Благодарю. Ну, вот все. Видите как. А дальше сами смотрите и просите, чтобы быть вместилищем Духа Святого. Они так. Проклятые они. Он как Смирнов был. Батюшка Смирнов. Димитрий. Ему говорят, у нас тут баптисты, тут такой дом построили, отгрохали. То, другое. А что вы смотрите? Берите кирпичи, добейте по окнам. Это не экстремист, его никто не трогал. Его Господь просто ткнул ему мозги, видать, и все. Прямо открыто это все. Он не боялся говорить. Потому что привычный. Если бы сдачу ему дали, тогда бы он не говорил. Кирпичами. А еще ты доказал. Баптисты тебя как огня будут опасать всех. А я говорю, я знаю о чем. Вот к нам приходили баптисты, были которые. Сколько? Пятидесятников, свидетелей Уовы. Приняли православие. Так на занятия ходили. Вот я вел занятия в летном училище, высшее авиационное училище. Это как университет. Ну и разные вопросы задают-то. И даже сняли это для фильма. Его можно показать будет. Молодые ребята. Ну, 475. Да, пожалуйста. Я говорю, вы герои будете. Настоящие. Если будете верить в Бога. А не будете верить, вы просто будете убийцы. Никому не нужны. Вот все заключается в том, что вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Мне пришлось вести занятия. Пять районных. Город Барнаул разбитый на районы. Отдело в милиции. Городское Увода и Краевое. Это тысячи офицеров. Много. И отовсюду есть люди, которые пришли к Богу. Признали Иисуса Христа в Духе Святом, что Он есть Господь. Ну, никто это. Мы никуда не займем. Только в московскую патриархию. Вот такие дела. Слушаю. А так-то бы еще. А, они мои менты. Они там прокляты. Нет. Полномочный представитель президента у нас был. Он помог мне выиграть процесс. Когда я был реабилитирован, как жертва политической репрессии. 4-го и 92-го года. Я подал в суд. По государственным расценкам у меня ограбили по тем временам. На 11 миллиардов. Я как режиссер составлял там. Там нужно, где говорит Ленин, трудом надоставал все, как говорят они. И распространил. 50 томов, примерно, начитал. А платить-то было нечем. Суд шел 11 лет. И я его выиграл. Ну, не я-то. Господь мне дал так. А уже дальше-то началось теперь. Кто и как. Не дают. Уже принятое решение. Никак. Судебный исполнитель. Она приехала прямо, показала. Если пока не рассчитаете Слабкина, арестовываются все счета. Ни один бюджетник не получит ни рубля. Ну, и со мной заговорили. И вот, кому я свидетельствовал? Мэр города. Он входил в десятку лучших мэров Российской Федерации. А по моим рассуждениям, в этой десятке он был первый. Прокурор края, генерал-лейтенант Пороскун Юрий Пёдорович. Ну, этот, мэр города Баварин Владимир Николаевич. Ну, тут много, которые были. Ну, сколько можем говорить? Лапкину руки-ноги не вставишь уже. Ну, как меня? Что делали со мной? Ну, разрешить надо просто. И заговорили о недвижимости. И вот 13 соток мне дали. И два дома деревянные. В одном и храм сделали, а в другом вот я сижу и сейчас говорю. Вот как? То есть ты, если говоришь, Бог так устроит. Когда засудили там звери, его фамилия такие. Карманов. Ну, там такие фамилии. А тут сразу Боголюбов, Добронравов. Вот как у Бога всё вымерено. И прямо и далее. Прямо рядом, напротив краевого суда, где меня осудили и по этапу отправили. А второе место, это напротив тюрьмы. Я говорю, тюрьма это уже каюк. А тут может ещё по-другому. 13 соток. Красивейший район. Чтобы было близко к остановкам. И сухая почва была. И всё так и сделали. И приехал мэр, и вот, ну, мы по рукам ударились с ним, обнялись, и даже один снимок поцеловались. А он был когда-то парторг моторного завода. И стали упрекать, вот вы с коммунистами целуетесь, а он не коммунист. Он уже к Богу обратился. Он стоит с ребёнком в храме у Золотухина Валерия. Ребёнка там крестили когда. Вот так. Я каждый день молюсь за него. Он погиб в автокатастрофе. А как попало, ругательством проще. Никак. Это Дух Святой обращает. Мы вот сидим, занимаемся. И в это время в университете. Там более 30 тысяч студентов теперь. 30 тысяч с лишним. Из 18 стран только абитуриенты. Там и мусульмане, и кого только нету. Ну и вот. Приходит ректор Евстегнеев Владимир Васильевич. Доктор, академик. Там такие звания. И перед всех. Я стою тут около грифельной доски. Оно на возвышении таком. Я перед этим человеком преклоняюсь. И обнял и поцеловал. Ну, это Бог делает так. А тут во дворе шли у нас занятия. И заходит главный магазин города был. Красный магазин называется. Остановился. А что это у вас за место такое? А он пришёл там. Ну, некондиционные товары для детского лагеря, видимо, отдать. Я говорю, а что? Так вы разве не видите? Я говорю, ну, сидим, занимаемся. А аура-то какая? Вот он зашёл там, аура. А когда зашёл этот Евстегнеев, ректор университета, тоже говорит, а что за люди у вас тут? 410-я аудитория была. Я говорю, тут разное есть. У представителей краевой администрации, КГБ, МВД. Да не про это я. А что? Да светятся люди. Лица светятся. Свет даёт. Я сразу вспоминаю Серапима Старовского. Я говорю, я ничего не вижу. Только уже не видите. Всё, видите, а тут не видите. Учёный-секретарь в леске подошёл, профессор. Я пользуюсь опытом, потому что через него Господь показал благодать Духа Святого. Ему так угодно было. Вот я говорю, что никогда не грубите, бесполезное дело. Но Слово Божие читай как должно. Я только назвал 2-3 места. А сколько таких было? Вот сейчас готовим проповеди во свете Святой Библии. И там только сразу 3 тысячи проповедей. Так я ещё первый по 30-й том открытым оком называется во свете Библии. Три тома, то у меня оказывается в электронике. Я сегодня их должен оттуда вытащить и Вячеславу отослать. И плюс последняя книга была 2010-го года. Так уже 13 лет. 13. Но каждый-то год я говорю, ну примерно, я редко говорю, 56 проповедей. Умножь на 13. Да добавь там ещё за 3 тома. Как бы нам войти в 5-томник? Хотя по 1300 страниц. А почему? Милость Божия. Это милость, когда Богу доверяешься. Но на какую тему вы бы не могли говорить? Нет такой темы. Что бы я ни увидел. Ящерица ползёт, птица летит. У меня внутри слагается... Вот я иду дорогой, можешь спросить, о чём думаю. Притом думаю не абсурдно, а прямо в литературном языке с запятыми. Это Бог делает. У меня нет образования ни гуманитарного, ни религиозного. А по литературе была тройка. Я плохо слышал, я не знал, какой урок проходит. Физика, конечно, пятёрка. Вот как. Я поэтому призываю всех, откройте сердца для благодати Духа Святого. Вы даже не знаете. У меня в лагере был один ребёнок такой, тоненький, сын дьякона. Ну, я сейчас не знаю, Юрка его, кажется, звать было. Ну, он, видно, избалованный был. А за лагерь-то выходить нельзя без головного убора-то. А он без головного вышел. Я тогда взял, тут гвоздь высоко, на столбе и повесил. А как я возьму? Я говорю, Лесе, бери. Надо дать человеку возможность. Ну, и показал, как. Ногами надо обхватывать, руками. И он снял, надел и заплакал. Я говорю, что плачешь? Так я и не знал, что я лазить умею. У нас многие даже не знают, какими талантами одарённые. Какими? Вот у нас в школе не было иностранного языка. Учителя это не было. А потом мне, Господь, коснулось, что надо. За шесть месяцев я уже разговаривал по-немецки. За четыре месяца по-английски. У немцев говорил собрание на немецком собрании. Сразу занялся ещё несколькими языками. Там испанским, греческим, французским. Вот как Бог делает. Он берёт самое негодное. Всего пять голышей в сумке у пастушёнка. И голяв кверх ногами. Вот я просто хваляюсь, хвались Господом. Я хвалюсь моим Господом. Моё нет, это всё благодать. Благодать. Вот. Вот я сегодня здесь сижу. И тренировку... У меня с коленками плохо сейчас. Я это делал. Ходил туда подвели. Мост самый большой, чтобы я сохранил Господь обзрывов. Потом, когда непогода, по крыльцу шесть метров. А вчера я перенёс сюда. И утром вот под ногами у меня из архива достатые у какого-то человека, минимум, прятали были тут. У меня книг много было. Писем. Больше ста томов по 650 страниц. Я сам переплёсчик-реставратор. Искал, искал. Под кроватью, где сплю, там кое-что разобрал. И туда ящищек отсунул. И место стало шире. И теперь я хожу здесь по комнате. Уже ролик сняли. С этой комнаты и на кухню. Ровно такое же расстояние, как крыльцо. До того интересно. Теперь меня ни погода не трогает. Я включу здесь. У меня записана Библия. Там всё. Я слушаю и хожу. Сколько надо. А пройти я должен примерно 6 тысяч шагов сделать. 6-6,5 тысяч шагов. Это ежедневная гимнастика такая. Не считая там упражнений. Это бог не заправляют. Но интересные упражнения мало полезны. А благочестие на всё полезно. Имея обетование настоящей жизни и будущей. Вот так. Видите, коснулся какой темы, а куда поехал. Как дядь Чукарь-то, говорит. Остановить надо. А то, говорит, я как море разливанное. Вопросы. Как священники сказали. Братья и сестры. Ни один святой отец не обращался нигде. Сестры. Братья, значит, сестры. Ни один. До 4 века вообще ни у кого нету. И в Библии нигде ни разу нету. Ну что, патриарх не считал? Не знает это. Прям в храме братья, сестры. И никто не обижался. А почему? Жена да молчит. А раз обращается, она может и говорить тогда. Не надо её провоцировать. Её сила сидеть молча. Молча там. Считаем, кажется, 5-20. Исайя. Ваша сила сидеть спокойно. Вот так. Вопросы? Это баптисты называют себя детьми божьими. Это же... Ну ладно, ладно. Я плохо слышу тут что-то. Благодарю, Надежда. Там что-то хоть голос услышал. Испомните, какие есть местописания, которые касаются того, что не может человек искупить другого человека. То есть достаточной жертвы должна быть великая такая, которая поможет, но которая способна это совершить. А ну-ка, прочитайте просто. Прочитайте там. Нет, я говорю, какие вы местописания можете вспомнить? Просто это мне нужно. Что-то какое-то... У меня голос прерывается такими волнами. Где-то написано, что никто никого не спасёт. Смотрите, Игнатий Иванович, писание есть касательно того, что человек не может искупить другого человека. То есть достаточность этой жертвы должна быть... Ну, безгрешный сын Божий должен сойти. То есть указывающий на это местописание. Ну, конечно, не может он сам грешник. Присушите микрофон. Ах ты беда. А кто его отключил-то у меня? А до этого я говорил, вы слышали? Что слышали, да. Это потому что и когда у вас включат, у вас отражается через колонки, опять в микрофон, и до этого гремит. Ну, давай, я поменьше сделаю. А как он может спасти, когда сам сидит в этой камере со мной вместе, преступник? Никак. Он сначала должен быть себя освободи. Освободить тебя от себя никто не может, потому что возмездие за грех смерть. О, Адам, что сделал ты? Не ты один умираешь. Все мы в Адаме умираем. И во Христе оживём. И поэтому мы никого не можем спасти. Только указать путь к спасению можем. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты себе не поможешь, говорит святой Анзлатоуст. Это вот к этому же месту. А теперь смотри дальше как. Главное, что есть людям говорить. Мы должны увидеть Христа. Евангелие Тиана 1.29. То, что в Третьяковской галерее, картина Иванова, явление Христа народу. 1.29. Прочтите. Вот Агнец Божий, который берёт на себя грех мира. Берёт. Отец возложил на него. Как мы можем не любить Господа, который вместо меня пошёл на эшафот. Это вообще. У меня стихотворение. Окончен суд. Зачитан приговор. Конвойные выводят в коридор. Единодушен призов к расстрелу. Там наполняется страхом. И последний куплет такой. Меня расстреливает. Какой-то звук. Минуты забытьё. И у столба лежалкое тряпьё. Душа уходит в небо синеву. Запорванную пулями конву. Вот мы самое большее, что можем показать. Верность до смерти. А спасение другим, как Георгий Победоносец, сказать, указать и довести. Кто знает святого Мордария? Кто он такой? Видите как? У меня ролик есть. Около меня 40 Владимиров, которые приняли участие в моей жизни. 40. А Мордария ни одного, никто не знает. Он на крыше. Простой человек. Крышу крыл. И смотрят. Целую толпу ведут. Они его знали. И говорят, Мордарий, идём с нами. Такую команду ты никогда не в строте не встретишь. А их ведут на расстрел. Конвойные идут. Все с автоматами. Ну, по тогдашему, с отстрелами. Он быстренько с крыши скатился. И к толпу. А его там откидывают. Куда ты лезешь? Расстрельная, приговорённая. А я с ними хочу быть. О, дурак. Но всё-таки они его кое-как. А он тогда, там, сапожник знакомый. Он подскочил к нему и говорит, там, ты о жене побеспокойся. Скажи, что я... А они ему сказали, когда звали его с собой священники, там, архиереи, говорит, такую команду, Мордарий, ты не найдёшь. Идём с нами. Вот как надо любить. Мордарий. А тут всё, все силы прилагают, чтобы только не тронули, только бы спрятаться, только бы в кустах где-то залечь. Да ничего это не даст. Прятаться нам не запрещённо. Гонят в одном городе, в другой. Но не до такой же степени сам себя боится. Это закаливается. Душа. Вот я, когда говорю, там, которые сидели баптисты, у меня знакомые православные, такие, как, там, Глеб Якунин, 7 лет отбывал в якутских лагерях, отец Дмитрий Дудко, Зоя Александровна Крахмальникова, Саша Огородников. Ну, очень известные такие диссиденты. Когда я рассказывал, как у меня было в тюрьме, ни одного этого не было, даже близко не было. И они даже с трудом верят, как в сказку рассказываете. В первый же день у меня почти вся камера готова слушать. И ни один не закурит. На 75 человек трое не курят. Вымать тщательно руки и будете считать Евангелие даю. Охранники даже открывают двери, бывают с двух этажей, стоят и слушают. Это только Бог делает. Начальник тюрьмы, сказал, Соломин, он меня полковник. Он меня часто вызывал, родной мой. Ну, скажи, вот это как будет? Опять у него поговорка, родной мой. Умер по-христиански. Следователь принял трехкратное погружение, крещение. Вот как Бог делает. Почему? Благодать Божия. Только благодать. Во время допроса апостол Павел, когда говорил, никто не обращался. Почему? В другом месте обратились. А тут во время даже допроса и Господь остановил людей, кто обратился. Во время пребывания в тюрьме у Павла было. Обратились там. Стефан крестился, начальник тюрьмы. Поэтому Богу доверяйся. Это я не знаю, как, что. Я тоже не знаю. В 23 года первый раз Библию увидал. И говорит, о чем больше всего в жизни сожалеете. Ну, там Познер любит покищиться, что он знает. Что будешь Богу говорить? Да ничего не будешь говорить-то. Богу какие вопросы задашь? Бога надо благодарить. Что я 23 года пришел только. Но с детства я знал, что мама говорила, нельзя вот это, это, это. Там пионеры, нельзя там женщинами. Ну и прочее. И Бог от всего сохранил. Мать не знала. А потом она через меня узнала. Приняла истинное положение в церкви. Умерла по-христиански. Вот как Богу доверяйся. Доверяйся. Чтобы сосуд твой был готов принять. А у нас даже рассказать не могут. Вот тут она падает, тут начинает поминать. Наши люди-то будет взорвать, бреют. Тут одна сестра, я там со Степаненко Максимом считаю, она. И она говорит, у вас главная ошибка была. Вы в христианство пришли, минуя Библию. И поэтому с каждым годом все яснее, что у вас веры нету и ума нету. А разобидело его. Он хороший человек. Но это первый пункт, правильно. Не через Евангелие. А через Евангелие, только рождение свыше. А рождение свыше тебя делает чужим для нерожденных. Ты как чужак будешь. Какая-то вера у вас, то нельзя, другое нельзя. А наши дедушка-бабушка играли тут и в карты, и в лото. Может быть и так. А нам играть некогда. Мы на ресталище Господнем. Бегите, чтобы получить. И вот такую команду, как здесь, чтобы на основании слова Божия, занятия идут, только слышны. Глава стих, глава стих. Вы найдите в интернете хотя бы одно, чтобы святых отцов, каноны церкви признавали. Я не знаю такого. Я на наше сообщество смотрю, как на чудо Божие. Чудо Божие. А то надо куда-то прилепляться к кому. Православная церковь, это истинная. А что, служители у нее не истинные. Но это нас не затормозит. Мы будем славить и Бога, и о них молиться. И им подарки делать. Книжные. На десятину можно покупать даже. Ну, все, наверное. Сейчас никого нет. Разошлись по домам все. Вот один есть. Нигде даже близко такого нету. Отвыдешься. Я скажу на это то, что... Господь знает. У меня нет понятия о деньгах. Никакого. Я нигде не трачу ничего. Которые со мной живут им трудно очень. Почему? Они купили молоко, сливки, а я не беру. Я там картошку нечищенную. Ну, а как? Да никак я не нуждаюсь. Может, организм в этом не нуждается. А денег нет, у меня не надо что брать. Нету. У меня совершенно нету. Вот раньше было пять остановок, если автобус идет. Я всегда хожу пешком. Выписывал комсомольская правда две копейки. Три копейки сделали, сразу отказался. Меня жена зовет великий экономист. Вот они сидят, едят, что надо. Я никого не трогаю. Если он получил за труды, тогда я возьму. А если он покупал, не возьму. За чужой труд не надо мне жирно жевать. У меня было метр семьдесят два, сейчас метр шестьдесят восемь. Шестьдесят четыре килограмма. Всю жизнь проработал на стройке. Это Бог так делает? Удивляюсь просто. Господи, почему ты меня избрал на это дело? Так, все, наверное. С Богом отошел. Слава Христу. Аминь, спаси Христу, Господи. Аллилуйя. Аминь, спаси Христу. Конец. Спасибо.